Банда, привет! Я приехал на Yet Another Conference от Яндекса Як. Снимем краткий обзор, посмотрим, что там интересного, что приготовил нам Яндекс, потому что слоган конференции будущей уже сегодня. Вот такая движуха на стойках регистрации. Получите бейдж написано. Мне, кстати, мой бейдж выдали. Видите, Yet Another Conference 2019. И мой сайт Кэшбэк-сервис-секрет-дискаунтер-ком. Пока участник. Возможно, в следующем году войдем в состав организаторов. А вот какой-то рейтинг двойников. Посмотрим, на кого я похож. Первый Греф смотрю. Второй Владимир Мединский, министр культуры. Есть еще он внизу предпоследний МОД. ЖМОД. И последний Сергей Жуков. Вот интересно, на кого же я из них похож. Ты вниз смотрел, да? Шепелев учился со мной в одной группе в институте, да? Он из Беларуси, я из Беларуси. Зашел в основной зал для выступления. Сейчас посмотрим, что же нам рассказывают на 2019 год. Здравствуйте. Я голосовой помощник Алиса. Сегодня я здесь главная. Поехали. Напоминание сегодня на 7.00. Все только начинается. С первых минут нового дня будущее проникает в нашу жизнь. Благодаря технологиям повседневные дела становятся проще. Мы привыкаем и перестаем замечать магию вокруг нас. Но будущее – это не просто продолжение настоящего. Оно не наступает завтра. Не наступает через месяц или через год. Люди создают его. Нам не движет желание придумать то, чего еще никогда не было. Каждый день мы изобретаем, эксмертируем, ошибаемся. И начинаем сначала. Пока тысячи незаметных достижений не рождают открытия. И мир становится ярче. Алиса, кто на фото? Дайте посмотреть. Выглядит, как патриозавр. Это сложная, кропотливая работа. Непрерывный поиск, который никогда не заканчивается. Но результат того стоит. И колец. Секундочку, сейчас найдем. Нет ничего лучше, чем видеть, как вдохновение постепенно обретает форму. Это уже десятый год, как мы проводим эту конференцию. Десятый год ЯКО. И каждый год мы вам рассказываем про новые технологии, которые Яндекс создает. Новые сервисы, которые создают новые ниши в нашей жизни. И переменяют то, что мы уже привыкли использовать. Когда-то был поиск. Мы искали по словам. Потом появилось машинное обучение. Нейронные сети. Мы стали искать смыслы. Мы вообще стали искать без слов. Картинки стали искать. Когда-то совершенно изменился рынок такси. Сейчас это нажал кнопку, и оно у тебя. По сути, такси стал новым видом транспорта. Общественным видом транспорта. А в прошлом году мы запустили еще один общественный электрранспорт. Это Яндекс Драйф. И идея за этим сервисом стояла очень простая. Все хотят иметь машину, но никто не хочет за ней особо ухаживать. Не хочет ее мыть, заправлять, страховать, парковать. Хорошо бы, чтобы это делал кто-нибудь другой. И вторая вещь. Хотелось бы иметь вообще-то не одну машину. Сегодня хочется поехать на маленькой машинке. Одному, а завтра хочется взять большой пикап. После завтра кузовик. Хорошо бы иметь целый парк. И это, по сути, дали нам сервисы типа Яндекс Драйфа. У нас теперь много машин, и мы о них не заботимся. Единственная проблема, что машины немножко не свои. Они чужие. И вот эту вот ровно проблему Яндекс Драйфа ребята и решили. Они запустили там мультимедельную систему с навигатором, с ависой. И что получается? Сейчас ты подходишь к машине, открываешь дверь, она тебя приветствует по имени, она знает твои маршруты, может сказать, поехали домой, поехали на работу. Она знает, она продолжает прямо играть в твой плейлист, потому что вот то, что у тебя было наушнике, сейчас сразу у тебя в машине, она рассказывает тебе сказку, которую ты детям рассказывал в прошлой поездке. Все это как будто бы твое. И они расширили эту проблему. Теперь машин много, и каждая из них персональная и твоя. И за счет этого, естественно, Яндекс Драйф вырос. Сегодня у нас больше 10 тысяч, около 10 тысяч машин. Сейчас они ездят в Москве и в Петербурге, и совсем скоро мы запускаем их в Казани. Это будет еще один город, где парковки в городе нас будет значительно меньше. Как вы знаете, свои частные машины мы используем мало, раза два в день, а эти машины используются гораздо чаще, 7-8-9 раз в день. Они в основном на дорогах парковки не требуются, города разгружаются. Ну, в музыке изменения всем понятны. За 5-10 лет не просто переход в легальную музыку. Совершенно изменилось потребление музыки. Раньше это был сценарий «ищи», «качай», 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 «слушай». И еще и «пиратка». Сейчас музыка сама приходит к тебе, она сама тебе каким-то образом нравится. Это либо музыка, которую ты привык слушать, или музыка, которая новая, которую ты еще не знаешь, на которой тебе тоже нравится. И совершенно другой сервис сегодня. В Фортл-Вояде мы запустили уже 9 стран, еще 9 стран, потому что у нас было. Это сейчас и в Армении, и в Грузии, и в Перестане, и в Израиль. И число платных подписчиков этого сервиса сейчас приближается к 2 миллионам. У нас почти 2 миллиона платных подписчиков в Яндекс.Муз. Это моя любимая тема на сегодня. Беспилотник. Беспилотник мы спустили всего 2 года назад. Он сначала ездил по полигонам. Многие из вас, возможно, имели возможность прокатиться на нем на прошлом Яке. Если нет, покатайте еще такие возможности, мы будем устраивать регулярно. За прошлый год, это не просто демонстрационные поездки. Мы запустили 2 нормальных таксишных сервиса в Сколково-Венополисе. И нам реально около 4 тысяч поездок на сегодняшний день. Все время растет. Поездок настоящих людей. Мы выпустили эти машины на дороге публичного пользования. Это не только в России. Мы выпустили их в Америке и в Израиле. Наш беспилотник не ходит по реальным дорогам. И мы считаем, что недалеко это время, когда беспилотный транспорт заменят наше человеческое вождение. Одна из базовых причин здесь, например, безопасность. У вас беспилотный транспорт будет совершать меньше аварий, чем у нас делают люди. Одной этой причины уже достаточно, чтобы это развивалось, чтобы это пошло масса. Как доказать, что это случится, нужно наработать статистику. И поэтому в этом году мы выпускаем на дороге целый флот. В этом году у нас на дорогу будет 100 беспилотных машин. А что вы с ними встретились? А теперь я быстро хочу представить, рассказать, что будет дальше здесь в программе. Ну вот мы видим, что машины ездят сами, а приборы с вами разговаривают. На прошлом Яке мы показали Яндекс.Станцию. Первый прибор, в котором жила Алиса. С тех пор таких приборов стало больше. А сегодня в ближайших презентациях вам покажут еще больше приборов и еще больше возможностей Алисы в доме. Все приборы, которые нас окружают, будут с нами разговаривать. С нами будут разговаривать кефеварки, холодильники, чайники, лампочки. И мы к этому прибыли. Но разговаривать с нами будут не только дом, но и машина. В машине пока ездят водители. И еще, видимо, несколько лет такое будет продолжаться. И водителю в машине надо помогать. Поэтому будет большая презентация про Яндекс.Авто с новыми потрясающими возможностями, которые мы сегодня вам покажем. И это вот тоже в презентации дальше. В прошлом году массовыми стали сервисы доставки еды. Мы видим во всему городу курьеров. Про это будет тоже презентация с объявлением нового сервиса, который мы анонсируем в Яндекс.Еде. Но я не удержусь и скажу, что на сегодняшний день в Яндекс.Еде уже подключено 10 тысяч ресторанов. Ну, такие сервисы освобождают время. Как мы будем это время тратить? Ну, например, смотреть видео. И здесь тоже на наших глазах прямо сейчас происходит потрясающая революция. Видеосмотрение раньше было в телевидении в основном. Сейчас оно очень быстро переходит в интернет, в онлайн. И там нас ждут две разных модели. Одна – это такая похожая на телевизионную рекламная модель, где мы будем смотреть бесплатный контент, кино, сериалы, передачи. И нам будут показывать рекламу. И в этой области у нас будет работать Яндекс.Ефир. Про это будет рассказано. И вторая модель – подписочная. Очень похоже на Яндекс.Музыку. В Кинопоиске у нас будет подписка на видеоконтент. И то, и другое, и бесплатная, и подписочная модель означает следующее. Теперь мы с вами определяем, что мы хотим смотреть. Не просто вещание на всю страну, и мы смотрим то, что там есть. Это индивидуальное, персонализированное осмотрение. И это значит огромная революция в индустрии производства видеоконтента. Это новые возможности для продюсеров, режиссеров, актеров. Сейчас будет происходить, производится огромное количество нового контента, потому что нам нужен персонализированный контент, очень разный. Рецепт нашего нового сервиса прост. Берем любимые блюда пользователей Яндекса. Выбираем из них те блюда, которые стойко переносят доставку. Для выбранных блюд подготавливаем специальные наборы ингредиентов. Раздаем их ресторанам-партнерам. Каждый набор разработан таким образом, чтобы повар ресторана мог превратить его в готовое блюдо не более, чем за 3 минуты. Добавляем Яндекс еду, через которую эти блюда заказываются, и курьерам, которые их доставляют. Все вместе, сеть облачных ресторанов Яндекса, доставка самых популярных в России, готовых завтраках, обедах и ужинам, до 250 рублей за блюдо. Уже этим летом облачные рестораны Яндекса будут доступны в приложении и на сайте Яндекс еда в Москве и Петербурге. Будущее. Видео. Почему? Все просто. Видео как формат активно развивается в последние лет 20. И если технологически это эволюционное развитие, растет разрешение, улучшается качество картинки, и даже экраны смартфонов становятся гибкими и раскладывающимися, то с точки зрения контента это революция. Прямо сейчас это выступление транслируют не только камеры оператора, но и вы, зрители я, снимаете и выкладываете видео, делитесь им со своими друзьями и подписчиками. С каждой секундой контента становится все больше. 20 лет назад, когда я учился в школе, я точно знал, какой фильм я хочу посмотреть. Мы занимали очередь, чтобы взять у одноклассника ВИЧС-кассету с крутым фильмом. И я точно знал, что он мне понравится. Я смотрел его в тот же день, чтобы завтра уже передать следующему счастливчику. А сегодня мы больше не стоим в очереди, чтобы посмотреть фильм. Теперь фильмы стоят в очереди, ждут, когда мы их посмотрим. Только в Америке в 2018 году вышло 870 фильмов и 495 сериалов. Представьте, 17 новых фильмов и 10 сериалов каждую неделю. А еще, ТВ-шоу, спортивные матчи, видеоблогеров, клипы, сторис, стриминг-игр. Как выбрать? Думаю, многим из нас знакома ситуация. Когда мы вечером решаем посмотреть фильм, открываем онлайн кинотеатр, листаем длинный список фильмов, какие-то мы видели, другие нам не нравятся. Мы ищем подсказки, сравнивая жанр, рейтинг, актеров, режиссеров. Наконец, начинаем смотреть. Но через 10 минут становится ясно, что фильм нам все-таки не нравится. И мы снова продолжаем выбирать. Мы выбираем кино вместо того, чтобы смотреть кино. Яндекс всегда находит ответы на вопросы пользователей. Больше не нужно тратить время на выбор, что посмотреть. Спросите у Яндекса, что посмотреть. И вы получите персональные рекомендации фильмов и сериалов. Но главное, для каждого из них мы посчитали вероятность того, что этот фильм понравится именно вам. Вы можете посмотреть их в Яндекс.Эфире, в Кинопоиске или в другом онлайн кинотеатре. Но все-таки видео это не только фильмы и сериалы. Порой мы хотим посмотреть короткое интересное видео, когда стоим в очереди, завтракаем или едем в метро. Мы разработали сервис рекомендаций видео Яндекс.Эфир. Яндекс.Эфир это фильмы, сериалы, мультипликация, видеоблогеров, спорт, киберспорт, десятки тематических каналов. Все это собрано в одном месте и доступно на любой платформе абсолютно бесплатно. Яндекс.Эфир это и есть та кнопка на главной странице Яндекса, которую нажимаешь и сразу смотришь что-то интересное. Мы начали с приложения в телефоне, а год назад Алиса появилась в станции и других колонках, став доступной домой. Она поможет и проснуться с утра, и рассказать сказ трудистам перед сном. Люди часто делятся, раздаваясь к номерами свои социалисты. Давайте посмотрим. Будущее. Это уже стиль. Алиса, смотрите, где я видела, что можно подстать в мире. Включаем гербинжен. Альбома не поспособлены. Не верю, я не знал, что она так ответит. Вот это кайф. Все в жизни бывает в первый раз. Что такое Критан? Ты вообще холодно, ты знаешь. Алисика моя, мой. Уже сейчас с Алисой работают устройства, ведущих брендер с умного дома. Мы подключили их облачные платформы к Яндексу. Если в вашем доме уже есть устройства этих производителей, все готово. В ближайшее время к ним присоединятся многие другие производители. Представьте, что на улице линь. А вам нужно положить пакет в багажник. Вы бежите, как последний герой. Ноги промокли, руки отваливаются, лужи по колено. Подбегаете, а ключ в кармане. Или вообще, багажник из салона открывается. В этот момент хочется со всей силы русского языка сказать три заветных слова. Алиса, открой багажник. Мы можем смело говорить, что вывели Яндекс на автомобильный рынок. Яндекс.Авто сегодня – это мультимедийная система, которую вместе с нашими партнерами мы встраиваем в новые автомобили. А еще мы выпустили собственный бортовой компьютер с Яндекс.Авто. Уже сегодня на дорогах около 100 тысяч автомобилей с Яндекс.Авто. Мы собрали сервисы Яндекса вместе. Навигацию, музыку, погоду. Конечно же, система управляется голосом. Она приветствует вас по имени. Вы можете построить маршрут в навигаторе, просто сказав «Алиса, поехали домой». Рано. Ты еще не закончил выступать. Вы можете сыграть с Алисой в города или попросить систему сделать музыку подробнее. Переключить радиостанцию. Сегодня я с большой радостью объявляю, что на днях Яндекс стал стратегическим партнером брендов вино, Nissan, AutoVac. И в течение следующих пяти лет на дорогах России появится 2 миллиона автомобилей с Яндекс.Авто. Ну что, первая часть выступления закончилась. Ждем продолжения. Посмотрите, сколько людей. Ну, зал прикольный, кстати, мне нравится. А вот ребята наливают какие-то напитки. Мы сейчас к ним подойдем, попробуем даже, что это такое. Яндекс.Заправки. Поехали. Ребята, небольшой кофе-брейк. А потом будет вторая часть выступления от Яндекса. Может, кто-то еще интересное расскажет, покажет. На улице, к сожалению, начался дождь, поэтому показать вам Москву с высоты дворца Мегаспорт я не могу. Ну, продолжим. Может, Яндекс что-нибудь еще покажет. Пошел дождь, и все курьеры Яндекс.Еды вместо того, чтобы разносить тут нам что-нибудь вкусное. Сгрузили свои желтые коробчонки в кучу. Видите, сколько? Интересно, они у Билайна цветовую схему украли или у Секрет Дискаунтера? Бургеры для подзарядки. Яндекс.Еда. А вот, ребята, вторая часть продолжения конференции Яндекса. Играет оркестр. Яндекс молодец, конечно, что классической музыки добавил. Добрый день, всем привет. Сегодня я расскажу историю, которая, возможно, вам понравится. Своя первая машина у меня появилась в 18 лет. И это было чувство свободы. Я мог поехать куда угодно. В 21 год я закончил университет и переехал жить в загородном. Машина стала неотъемлемой частью моей жизни. Я практически в ней жил. Каждый день я проезжал по 150 километров туда-обратно. Через несколько лет я вернулся обратно в город. Городская жизнь более динамична, чем в загородном. Возникло неудобство. Сначала я не понимал, что произошло. Поездки на собственной машине стали занимать очень много времени. Машина вдруг стала обузой. Четыре года назад я впервые попробовал каширин. И это было вау. Телефон управляет машиной. Стал периодически пользоваться. И возникло новое ощущение. Три года назад я продал собственную машину. и пересел на каширинг и такси. Каширинг – это общественный транспорт. Для меня лично он ценен тремя вещами. Я по-прежнему могу водить машину, когда нужно мне, а не автомобилю. Я сохраняю личное пространство. Я управляю ситуацией. Мысль о том, что эти компании за десятилетиям опытом работы в интернете пойдет в офлайн пугало всех. Чего мы только не слышали. Как вы собираетесь мыть машины? Как вы будете их имонтировать? Из машин все украдут. И мое любимое – вы зря тратите время. Но нами сдвигала идея создать что-то большое, непривычно удобное. И абсолютно новое. Мы сделали акцент на сервисе. Нам было важно сделать услугу простой и доступной. Сделать так, чтобы машины были на каждом углу чистые и заправленные. Сделать доступные и удобные тарифы. Вообще, кухня-каршеринка – это интересно. Какой путь проходит новый автомобиль, чтобы стать каршерингом? Что с ним происходит? Лучше один раз увидеть, чем я буду долго и нудно рассказывать. Так что я пока помолчу, а вы смотрите кино. Москва. 47-й километром Кады. Здесь, на базе русского каршеринка, начинается история драйва. Когда его привез автовоз. И понеслась. Резина. Машина приходит на лепе. Если зима, меняем на тизель. Затем оклейка. Пара часов, пара рук, фен. И готово. А теперь установка того, что отличает автомобили драйва от любых других. Сибирь. Далеко и холодно. Но именно здесь, на скромном заводе Новосибирска, собирается сердце драйва. Блок телематики. В машине более сотки датчиков. Каждую секунду блок снимает информацию с каждого и отправляет данные в Яндекс.Облок. Именно телематика считывает координаты машины, положение дверей, расход топлива, показания спидометра, необходимость ремонта и многое другое. В нее встроены LTE-модем и GPS-планосмотр. Она может работать одновременно с тремя коршинами автомобиля. Но самое уникальное – алгоритмы, которые всем управляют. Такой сложной телематики в мире больше нет. Готовая она отправляется в столицу. Здесь, в уютном ангаре, происходит таинство монтажа телематики. Только после этого машина становится автомобилем коршинами. Затем она встает на ученые ПТД и получает номера. Наконец у нее появляются страховка и документы для львов и парковки. И только теперь, спустя две недели, машина готова выходить в город. После офиса трансформатора. Мой компьютер первый с чем-драйв сталкивается в городе. Здесь помогает алгоритм. Он по десятку параметров определяет, что машину пора мыть и направляет ее на ближайшую мощь. Сначала шампутник. Несколько месяцев ушло на поиск того, который очищает за две минуты. Кузов протирают не старой футболкой, а микрофиброй. Иногда наносит гидрофоб. В конце полироль, которая работает как антистатина. И пахнет приятно. Эти споритуалы делают драйв самым чистым кошельком. Почти все машины драйва заправлены минимум на 40%. Неплохо, да? Просто у драйва свои бензовозители. Они работают 24 на 7 и заправляют каждую машину около 3 минут. Показания датчика топлива считываются автоматически. Так что и заправки тоже управляют алгоритмами. С машиной может случиться что угодно. Поэтому целый штаб техников работает в полях. Им тоже помогает алгоритм. Он в режиме реального времени принимает и отправляет сигналы о том, что с машиной что-то не так. Прямо на месте техник решает небольшие проблемы, ради которых незачем перегонять машину на ремонтную базу. Которую в драйва тоже есть. На кардшеринге можно парковаться бесплатно. Но нельзя парковаться неправильно. Иначе придется забирать машину со штрафстоянки. Но не драйв. Мы возьмем за эвакуацию по минимуму и сами вернем машину в город. А вы пока просто бронируете другую. Президент, оклейка, телематика, номера, страховка, парковка, мойка, заправка, ремонт. Все это цикл жизни одного автомобиля. Процессами управляют алгоритмы и тотальная автоматизация. Ведь машин в автопарке более 10 тысяч. И драйв. Все мало. Ну круто, круто. Алгоритмы управляют всем. И процессами, которые связаны с управлением парком и остальным сервисом. Но и мы не промах. У нас есть свой ум в технологии Яндекса. Помимо алгоритмов мы придумали 4 детекальные идеи. Именно они делают драйв драйвом. Идея раз. Очень много машин. Первое, что мы придумали, создать максимальную плотность автомобилей в городе. Для этого мы пересмотрели процесс вывода новых автомобилей. Мы создали систему автоматического тестирования автомобилей. Она исключала человеческую ошибку при монтаже оборудования. Уже спустя 3 месяца мы выпускали на линию тысячу новых машин каждый месяц. Идея 2. Динамические тарифы. Для кошелинга их тоже придумали мы. Они назначают справедливые цены на каждый автомобиль. В зависимости от его местоположения в городе, времени суток, текущего времени, текущего спроса, удаленный цвет метро, погодных условий и десятка других параметров. После нас динамические тарифы стали внедрять и другие компании. Тариф «Фикс» мы внедрили недавно. Это персональный тариф. Он рассчитывается под ваш конкретный маршрут здесь, сейчас. Его цена не изменится, если и ваши планы не поменяются в процессе поездки. Мы единственный кошелин в мире с таким тарифом. Нам тоже удобно. Мы знаем, где автомобиль будет завершен арендом. Поэтому можем предложить цены ниже поминутного тарифа. Как это работает? Мы предлагаем другим клиентам забронировать автомобиль, который еще занят, но вот-вот освободится. Это снижает время простоя и увеличивает плотность автомобилей в городе без вывода новых машин. Идея три. Технологичный кошелинг. Все-таки мы вышли из IT-компании. Наше преимущество в том, что у нас есть технологии и экосистема. Мы можем использовать то, что кто-то другой придумал в Яндексе для нашего кошелинга. Технологии у нас на каждом этапе. Даже при регистрации в мобильном приложении. Drive был первым на рынке, кто предложил пользователю пройти регистрацию в режиме общения с чат-ботом. Именно боты принимают решение о допуске класса в автомобиле. Поэтому, пожалуйста, не спрашивайте нас, можем ли вам выдать доступ Porsche или Volvo. Всем управляет алгоритм. А еще мы интегрируем готовые продукты Яндекса в свои машины. Например, Яндекс.Авто. Бортовой компьютер с сервисами Яндекса. Он встроен в большинство наших автомобилей. Навигатор, музыка, интернет и голосовой помощник Аниса помогают водителю концентрироваться на дороге. Идея четыре. Умная коммуникация. Это и маркет, и реклама, и эмоция от сервиса. Ни на одной из наших машин нет рекламной оклейки. И ни в одной каких-либо элементов, отвлекающих от движения. У нас даже нет агентства, которое занималось имиджем, инстаграмом и прочими каналами. Мы все делаем сами. Такое отношение к коммуникациям – естественное продолжение нашего отношения к сервису. Драйв понятный, ловкий и без подробностей. С самого старта было понятно, что иметь в парке одну единственную марку будет губителем для сервиса. На то есть две причины. Первое. Клиенты должны получать удовольствие от вождения. Это очень сильно зависит от разнообразия парка. Сегодня пользователь арендует ренок Артюр. Завтра он берет Аудио 3, а в другой день – Порше Макамо. К слову, драйв – единственный кошельник в мире, с кем Порше официально сотрудничает и регулярно поставляет новые модели. Вторая причина. Ну что, надо взять Порше за тесте для того, что вы скажете. Нам все время нужно больше машин. Использование одной марки ограничивает нас производственными мощностями завода. Поэтому марок должно быть много. Сегодня в нашем парке более 15 моделей, и мы постоянно добавляем новые. Друзья, ну что, ежегодная конференция Яндекса закончилась. Напишите в комментариях, понравился ли вам формат, и снимать ли мне в дальнейшем такие выпуски, освещающие какие-то актуальные события, происходящие прямо сейчас. Свежак прямо. Надеюсь, вам понравилось. Жду обратной связи. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Всем удачи. Ноги, ну-ка, стой. Давай, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok